я не снимал видео 17 дней я не знаю что говорить поставьте лайк я вернулся come back i'm here спасибо приятного просмотра дорогие зрители друзья всем привет вы на канале женек наконец-то i'm here как я говорил в начале ролика я очень сильно рад вас здесь видеть я очень сильно надеюсь только бессильно потому что сильно недавно употреблял все заново я надеюсь то что вы видите как я загорел вот до 100 процентов никто не видит короче из что я загорел просто знаете об этом я максимально отдохнул наверное могу сказать так я так не отдыхал уже очень и очень и очень и очень и очень много лет я 17 дней или 18 не трогал камеру вообще бесконечно гулял пожалуйста можно похвастаюсь маршрутами просто потому что я хвостун от природы и так я полетел в турцию отдохнул замечательно катался на квадроцикле по горам просто отдыхал и у меня не было интернета никогда то есть я специально не оплачивал роуминг чтобы просто наслаждаться каждым днем реально после этого я отправился в париж потом с парижа на поезде в брюссель с брюсселя я уже непосредственно полетел в барсу с барса я полетел куда ну вы знаете куда кто следит за мной в telegram канале который кстати находится по ссылочке в описании переходите подписывайтесь мы отправились в италию в рим из рима мы отправились в австрию вена наверно на стриме или может быть но не отдельный ролик и не буду делать кого и обманываю могу сказать так если вот совсем вкратце это был лучший отпуск моей жизни это были самые потрясающие эмоции это ноль сожалений о каждом потраченном рубле то есть я вот прям потратил и даже не думал потому что я получил взамен столько что это могло бы стоить в тысячи раз больше я бы еще кредит у кого-нибудь взял потому что это было просто типа невероятно круто вот и еще вкратце что могу сказать я вообще неимоверно влюбился в вену это просто я даже не знаю как описать наичистейший наиприятнейший и просто все слова туда можете впендюрить все подойдут это это потрясающий город я вообще был в шоке и я причем от вены не ждал ничего вкратце наверное вот так я заряжен мы сегодня с вами смотрим big sister если я не ошибаюсь третья серия четвертого сезона ребят больше говорить нечего я тут начинаем смотреть поэтому я желаю всем приятного просмотра самых-самых-самых самых позитивных вибраций добра улыбок и т.д. с вами евгений макаренко поехали а очень важно очень важно итоги мерча постараюсь сегодня завтра сделать и выложу видосу бс просто в телеграм-канал и там уже решите точнее там уже будет понятно кто выиграл замечательные кепки позитив вибрейшн по самым главным новостям наверное все на телеграм не забывайте подписаться и мерч покупайте по ссылке там еще есть вещи различные я все сказал больше не планирую ранее в программе вы хотите знать пол я надеюсь это девочка да ребята посмотрим хайлайты потому что я не смотрел это полмесяца больше даже я нервничаю волну подождите имеет ими смотрел получается дней 25 на почти месяц не смотрел ну и и мне кажется что у меня шар для боулинга внизу живота это мальчик а вот настолько расстроена ты виноват пол зависит от мужчины да да во всем виноват майкл вся вина на майкле он просто когда это все дело он такой я хочу мальчика и все так это работает о боже заячка моя боже мой как же я по тебе скучал когда вы пили как менялись ощущения я не просто становилась балдежно хочу это обсуждать прежде чем одобрить операцию темми ей надо понять корень своих проблем отлично выглядишь крис мне сделали операцию полгода назад слава богу я сбросил 45 килограммов и снова секси кто-то соврал ему про секси не снова все также секси я надеюсь то что все меня поддержат мне кажется крис всегда секси ну ладно сейчас он реально секси но лицо у него просто не апатичное прошлый раз я весила 260 это обычные брусья сейчас будет подход килограммов 265 я набрала 5 килограммов вот я кстати до сих пор не понимаю вот я вспомнил все события которые были в прошлом выпуске как она умудрилась набрать вот в этом центре из меня это вообще загадка очень тяжело я так много работала теперь мне конец большие сёстры 265 что думаете от я в любом случае думаю что все супер просто маленький тяжелый период я напоминаю то что вес был 300 чем-то она была при смерти 265 как говорится куда не шло все надо просто работать дальше я понимаю что это тяжело но надеюсь она справится не будет сейчас никакого тильт состоянии чтобы она опять начала жрать и уехала домой о супер будет ничего не понимаю весы сейчас показали что я набрала 5 килограммов я впервые набрала после попадания в больницу я не понимаю почему я поправилась вы недовольны цифрами что с мне это максимально довольна уехала в рехаб чтоб набрать пятерку сверху в печать просто просто я не знаю я хочу понять что я сделала не так я готова ехать домой но мне надо похудеть до двухсот пятидесяти килограммов чтобы мне одобрили операцию вес вышел на плато когда худеешь можешь на время остановиться а потом продолжишь снова похудение это не прямая бывают взлеты и падения это может быть стресс это тоже все понимаю с этим согласен даже когда я как-то худел но мне кажется в случае теме вот этот перерыв поехать там например домой категорически запрещено я не знаю практика показывает что всегда все плохо если она дома не надо поддержка жидкости пусть будет вот эта вот кривая но она будет при этом в рехабе я надеюсь все согласны это все на сад нашего решения с вами зависит что она будет делать аккуратнее с решениями ребят для темми как и для других пациентов это тяжело они впадают в депрессию они могут начать полнеть я хочу похудеть нужно время вы справитесь вернетесь в комнату да ладно моя сиделка кимберли пыталась меня успокоить ну и ты меня успокоишь я в тильте она сказала что многие при похудении выходят на плато я беспокоюсь когда я приближаюсь к цели что-то происходит несколько лет назад мне осталось сбросить четыре килограмма до цели но я заболела к видом конечно я начала полнеть я кстати вот даже тогда не помню что я оставалась четыре килограмма точно ли это так было это просто слишком мало 4 килограмма операции вы боитесь что все снова пойдет не так я не знаю всегда что-то идет не так кумфу панда все все в этой повязке британи да можешь мне помочь бля так по ним соскучился как будто это мои друзья что ты делаешь бля как же он похудел ебать вы понимаете да у него уже просто типа как будто бы какой-то верх молодого мальчика вот я имею ввиду плечевой сустав посмотрите и вот кожа обвисла но это я как понимаю потом пофиксят просто операции бля ну крису вообще просто супер респект офигеть прошел год после операции сегодня у меня прием у доктора смита он хочет узнать как дела надеюсь сегодня мне дадут добро на удаление обвисшей кожи в вообще представляете то что сейчас ему все уберут а я уверен что все будет нормально и это будет просто вообще абсолютно другой человек для крис это просто балдеж я больше не тыква а скорее сухая сморщенная слива в общем мне надо измерить талию какой она будет если они срежут весь этот студень мне надо померить талию под этой складкой под складкой супер давай проверю ладно подними вверх хорошо при сильном похудении появляется много лишней кожи висящий прямо как занавеска 116 мой максимум 166 минус 50 сантиметров талии когда я это отрежу вообще можете себе представить до 50 сантиметров 50 буду сексуальным красавцем после операции ты худеешь и начинаешь верить в себя но последнее время моя самооценка упала из-за лишней кожи она висит и надо беспокоиться о поте и запахе я обильно потею никто не хочет нюхать запахи чужого тела все эти трещинки складки свисающая кожа так что работа еще очень много надеюсь доктор смит разрешит мне операцию я хочу излечиться от синдрома белки и летяги о боже ты не белка летяга я могу спрыгнуть с крыши слушайте как я понимаю кожа обвисает же при быстром похудении он даже об этом сказал вот кто владеет информацией если например худеть супер-супер медленно как-то правильно без как без каких-то там экстремальных способов бариатрических операций так далее кожа будет обратно вместе с жиром утягиваться наверно так правильно вот я просто не знаю вообще кажется как будто бы нет но с другой стороны я помню когда у меня были прям бока 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 и живот прям очень сильно выделялись я похудел и как-то все просто вернулось обратно может это потому что я был молодой или может быть я какой-то особенный лучше бы ничего не говорил и парить до другого штата видишь папу вот и майкл на работе уже вот папа мне нравится что я за четыре сезона так и не понял где работает майкл то есть он просто всегда в эфире всегда дома надувает матрас сидит наблюдает за тем что делает эмми покупает ей сырные банки просто идеальный муж а мы с майклом планируем день веселья для гейджа гейдж но не муж а husband обожает воду и уроки плавания и не важно в бассейне или в ванной он просто прыгает в воду там не было насоса ел кипалки тебе помочь милый кстати вот такие вот огромные бассейны рекомендуют надувать именно ртом не надо покупать для этого насос да или как это называется но вы понимаете вот лучше ртом ты это не надуешь гейдж отойди от косилки всю семью позовите сюда чтоб надуть матрас ты поможешь да наступлю на него бля гейдж уже такой милый просто пупс вот было бы неплохо если вот так вот 40 минут мы просмотрели как надувает матрас выпуск я уверен вылетел бы реально в топы мое мнение у нас нет ничего что поможет я придумал насос или насос для водяного матраса не подойдет возможно не знаю милый не хочу говорить но так мы будем год надувать бассейн неси штукенцию для водяного матраса насос штукенцию штукенцию штукенция лучше подходит да впечатляет давать это Это слив. Ты заставил меня дуть в слив. А я думала, почему он не надувается. Я спросила Майкла, тебе помочь? Он сказал, да. Я надуваю, а воздух не проходит. Оказалось, я дула в слив. Я дула просто в никуда. Я обрызгаю тебя. Бля, это просто Майкл, я не могу. Он очень сильно похож на Майкла. Вода холодная. Да. Тебе весело? Мы с Майклом решили купить Гейджу бассейн. Это его повеселит. Потому что вчера случилось нечто ужасное. Веселись, детка. Мама здесь. Что случилось? Вчера мы забрали Литтл Битт из бабушкиного дома. Она залезла на заднее сидение к Гейджу и просто упала на спину. Я подумала, что это странно. А Майкл говорит, она не дышит. Он пытался ее растормошить. Но это был конец. Бля, я еще реально могу заплакать. Да ну нахуй. Литтл Битт умерла. Бля, я вам клянусь, у меня мурашки по всему телу пошли. Да ну. Бля, какой ужас. Бля, ну и как шутить после этого? Я про Литтл Бит 4 сезона что-то говорил. А со мной со смерти моего отца. Сколько? 16-17 лет? Да. А, нихера себе, бля, 17 лет Литтл Битт. У меня даже мысли не было, что вот столько. Она долго прожила. Литтл Битт жила 22 года. Хи**ть, ну. В таком случае, не знаю, хорошо это звучит или плохо, мне кажется, супер. В том плане, что, как правило, такие маленькие собаки живут намного меньше. Прям сильно намного. Вот, 22 года, это очень крутой срок. Очень сильно грустно, но слава богу, что эта смерть именно, как это, по возрасту просто умерла и все. То есть свое прожила. Это хорошо. Это были лучшие 5 лет для меня. И 16-17. Это я почему-то говорю, у меня была собака в Ухте, бля, классно. Из реакции, где я угораю, я рассказываю в итоге про собак, про то, как они умирают. Пи**ец, приехал. У меня была собака, короче, шелковая, маленькая, маленький пекинес. Мы ее назвали Ляля. Я был маленький еще в Ухте. И вот самое ужасное, это когда собака уходит из жизни, вообще ничего не прожив. Ей был год или полтора, или край два, вообще не больше точно. И сбила машина. Сбила машина, она 3 дня потом мучилась. То есть врачи что-то не так сказали, в итоге там у нее оторвало почку или что-то такое. Но там какой-то ужас. И вот смотреть, как умирает молодая маленькая собака. Ну не щенок, наверное, хотя может и щенок, я не знаю, год-полтора это щенок или нет. Вот, вот это самое ужасное. 22 года, это Литл Битт прожил отличную жизнь. Я считаю так. 15 лет для Майкла, она мне как дочь. Она для меня буквально... Ну или она. Все. Пойдем, Литл. Она всегда была рядом. Литл Битт сопровождала меня к алтарю. Да. Иди. Она была цветочницей. И она была на вечеринке в честь Гейдж. Литл. А помнишь, мы сделали лазанью. А Литл Битт съела всю пиццу с лазанью. Было смешно. Она любила поесть. Гамбургеры. Кот-доги. Ела даже спагетти. Говорят, еда нездоровая. Но она прожила 22 года. Может, это не так? Она дожила до 22 лет. Отличный вывод. Может, все это время вы ели здоровую еду, и не надо слушать врачей. Можно просто хавать все, что хочешь. Все равно вон Литл Битт 22 года прожила. И ела все это. Тэмми называла Литл Биттт своей подружкой. Подружка, лучший друг. Когда Литл Биттт входила в комнату, она бежала к Тэмми. Сразу же к ней. Тэмми очень расстроится. Я боюсь говорить Тэмми, потому что... Тэмми сейчас этого говорить ни в коем случае нельзя, потому что там немного другие обстоятельства у нее. Я боюсь, что она бросит худеть из-за этой печальной новости. Она так делает. Что-то происходит, и она сдается. Тебе весело? Что там? Это папа? Хорошо. Все папа. Так всегда. А где мама? На мне паук. Прости. Разрывная. Паук. Я думал о муравей. Чуть не умерла. А я думал о сова. Это вырежет им лучше. Что ты делаешь? Я выбираю одежду. Но она вся мне велика. А, кстати, Бриттани не хочет. Я, конечно, не хочу навязывать свое мнение. Это не мое дело, да. Но просто так порассуждать же я имею право. Правильно? Правильно. Бриттани не хочет, может, как-то вместе с Крисом правильно питаться и так далее. Потому что есть маленькая-маленькая, еле заметная вероятность, что в какой-то момент Бриттани тоже будет ходить к доктору Смиту на прием. И до добра это ни до какого не доведет. Потому что, я смотрю, просто она всегда выглядит одинаково. Может, она, конечно, растет. Я не буду сейчас смотреть первый сезон, как она там выглядела. Но сдвигов точно никаких нет, в отличие от того же Криса. После операции я купил весь новый гардероб из-за того, что я похудел. У меня есть брюки 70-го размера. А сейчас у меня 56-й. Это самые большие. Я носил их без ремня. Теперь мне нужно их держать. Я думаю, я влезу в одну. Просто пи***ц. Посмотрите, какие у него были ляхи и жопа. Ёб твою мать. Ну, штанину. Обе ноги в одну штанину. Смотри. Вот так. С ума сойти. В одну штанину. Ты весь влез? Да. Как в рекламах похудения. Они берут самые большие свои брюки и... Вуаля! Минус 50 сантиметров в талии. Это достижение. Но я все равно ношу одежду побольше, потому что надо засунуть в нее лишнюю кожу. У меня талия 116 сантиметров. Надо поговорить обязательно с доктором Смитом и решить, что же делать дальше и как все удалить. Сегодня у меня онлайн прием. Через год после операции. Надеюсь, доктор Смит скажет, что я сбросил достаточно, чтобы удалить лишнюю кожу. Тем более, я могу есть больше, чем 6 месяцев назад. У меня теперь проблема. Я никогда не был сладкоежкой, а после операции для меня нет ничего лучше кусочка чизкейка. Не знаю почему. Я тебе не рекомендую, Крис. Я тоже люблю чизкейк. И вес стоит на одном месте уже год. Супер. Кстати, знаешь, что мне нравится? Это тоже вот вопрос. Но мне, правда, уже дали на него ответ. Я не знаю, насколько он правдивый. Сейчас расскажу. Я 17 дней ходил в среднем по 20 тысяч шагов в день. Для кого-то это немного. Я знаю, я сам раньше ходил всегда так стабильно или даже больше. Но так как я уже 2 года снимаю плотно, я набрал. Это не секрет ни для кого. И хожу я, ну дай бог, 3 тысячи в день. Если в среднем опять же брать. Вот. А тут получается 20. И еще важное наблюдение. Было очень жарко, а в жару я есть не люблю. Я ел 2 раза в день, наверное. Мы очень много гуляли, ходили, что-то смотрели. Я бесконечно мокрый. У меня болят ноги. Но потом я уже привык. Приезжаю, встаю на весы. Плюс 3 килограмма. Я, блядь, даже... Примерно не понимаю, как возможно такое. Типа, я всегда в Питере ем больше. Хожу намного меньше. Там я хожу намного больше. Ем намного меньше. Плюс 3. Откуда нахуй они взялись, блядь? Вот. Но мне сказали, что я отек от количества перелетов и так далее. Не знаю, насколько это правда. Посмотрим через неделю. Сейчас я буду есть плюс-минус так же, как в Европе. Чтобы на какой-то здоровый путь встать. На здоровые рельсы, так скажем. Вот. Но перелетов было реально много. Но вот я не знаю, только ли в отекшести дело. Или что это такое у меня. Привет, Крис и Британи. Как вы? Хорошо. Как вы, доктор? Прекрасно. Рад поговорить с вами. Как дела? Я измерил себя. Потерял 50 сантиметров. Великолепно. Поздравляю. Как ваше самочувствие? Я не могу есть острое. Но если ради этого надо отказаться от острого соуса, без проблем. Это честный обмен. Крис, в день операции вы весили 185 килограммов. Год спустя вы следуете диете и делаете упражнения. Я надеюсь, вы похудели до 136 килограммов. У вас есть весы? Можете взвеситься? Хорошо. Я не взвешиваюсь. Через полгода похудение обычно замедляется. Не хочется взвешиваться, чтобы не волноваться. Я хочу, чтобы доктор Смит мною гордился. Чтобы он не думал, что он зря потратил время и свои силы на меня. Бля, я так люблю Криса, что я очень хочу, чтобы там было 136. 135 килограммов. Вот бы так всегда. Да какой он молодец, просто пи***ц. Это реально наглядный пример такой приятный, чтобы, не знаю, просто восхищаться им. Реально, Крис просто красава. Меньше 136. Будь это сантиметр или километр. Скоро Крис будет весить, как я, супер. На килограмм. Крис, сколько там? 135. Отлично. Вот так. Меньше 136. Неплохо. 49 килограммов со дня операции. Мой максимум был 225. Всего я сбросил почти 90 килограммов. Это же вес целого человека. И я его сбросил. Какая следующая цель? Я хочу заняться удалением лишней кожи. У меня ее сейчас много. Я буквально как белка-летяга. С лишней кожей много проблем. Нужно тренироваться. Прыгаешь и пытаешься прикрываться. Потому что твоя кожа бьется от тебя буквально как резинка. Я могу сам себе набить синяки. Для удаления кожи не нужно добиться целин... Ребят, ну посмотрите, пожалуйста, налево. У Криса лицо меньше, чем у Бриттани. Пожалуйста, пусть ест сколько хочет. Просто... Пластические хирурги просто хотят увидеть, что вес стабилизировался. Вам надо сбросить еще килограммов 20. Нужно много работать и всячески удерживать вес. Ясно? Да. Хорошо. Еще что-то нужно от меня? Нет. Мне кажется, Крис очень расстроился, если честно. Все отлично. Ладно. Рад был вас видеть. Спасибо. До свидания. До свидания. Если честно, я расстроен. Похудение затормозилось. Мне нужно что-то менять. Я себе затормозил, а с челом 95 килограммов скинул. То есть у него типа всегда тенденция идет на то, что у него сбрасывается вес. Что плохого? Я не могу понять, чтобы худеть еще. Надо сбросить еще 20 кило. Желательно Бриттани тоже. Сможешь? Отстой. Мне придется сесть на диету и на жесткую. Да. Но нельзя так похудеть, а потом все бросить. Если мне придется работать, не покладая рук и сидеть на диете, ну что ж, я это сделаю. Значит, два раза в неделю кардио и три раза в неделю силовые тренировки. Но если я сброшу 20 килограммов, о которых он говорит, моя складка на животе будет до колена. У меня проблемы с запахом. Я пахну тухлым сыром. У меня выскакивают чири, они лопаются. Надо смазывать нарывы. Когда пытаешься лечь поудобнее в кровати, надо следить, чтобы кожа не складывалась и лежала ровно. Это просто жутко раздражает. Я не знаю, сколько времени понадобится, но надеюсь, что в ближайшие пару месяцев я сброшу эти 20 килограммов и, наконец, избавлюсь от лишней кожи, пока я не улетел. Самое ужасное – это то, что запах. Мне кажется, это самое отвратительное для самого же человека. Ты же все это чувствуешь в любом случае. То есть вы представляете, какой огромный слой кожи лежит и что там происходит за весь день? Приятного аппетита всем, кто ест. Туда. Вот она, смотрите, прилежная ученица. Сладенькая моя зайчка. Надеюсь, не будет вопроса, где Литл Бит. Привет, малыш. Привет. Смотрит на меня, как на дурочку. Я звоню Тэмми сообщить о смерти Литл Бит. Да, желательно не спрашивай, как у нее дела. Не надо знать, то, что она набрала, то, что у нее х***е настроение. Просто скажи сразу «Привет, если что, Литл Бит умерла». Ага. Я не хочу рассказывать ей плохие новости. Она тогда может скатиться в депрессию и начнет... Которая она уже находится, мне кажется, потихонечку. Есть. Но она любила Литл Бит. Ей нужно знать, что ее больше нет. Что делаешь? Меня только что взвесили. Я набрала 5 килограммов. Черт. Вот опять. Она несколько раз была так близка к операции. Но все время что-то происходит, и она снова набирает. Тэмми, не знаю. Так, ну ладно, это уже не надо вот это все возводить в какой-то максимум. Типа все время что-то. Она сбросила очень много. Она очень хорошо держится. Но что-то пошло немножечко, так скажем, по пи***е, да? Но 5 килограммов это не 15, не 20. Она не бухает, не курит, не занимается никакой ерундой. Она сидит в рехабе. Все хорошо. Бывает такое. Надо что-то с этим сделать и пойти дальше. Давайся. Она может выпить чашку воды, набрать 30 граммов и бросить. Она легко сдаёт. Чашку воды, набрать 30 граммов и бросить. Хоть не 45, а 5. Да. Но вес больше. Я знаю, что больше. Но Тэмми, пойми, ты всё сможешь. Мне нравится, как она ножка двигает. Посмотрите правой. Ты уже худела. На 22 килограмма. Ты точно можешь сбросить 5 килограммов. Надо просто хорошенько покакать. Не уверена, что сейчас стоит говорить Тэмми. Слава богу. Просто слава богу. Умерла Литл Бит. Но она может узнать от кого-то ещё и разозлиться. А, всё понял. Отлично. Рассказывай. Самое время. Мне это не нужно. Хотя, на самом деле, наверное, реально надо рассказать. Тоже сижу здесь. Значит, получается, что вы умничаю. А чё я умничаю-то? Я бы сам рассказал. Выхода нет. Получается, я обманщик аудитории. Уберите лайки, пожалуйста, с видео. Мне нужно кое-что сказать. Вчера умерла Литл Бит. Ты что, серьёзно? У меня сердце остановилось. Оно разбилось. Я знала, что Литл Бит старенькая. Но не думала, что я уеду. Она умрёт до моего возвращения. Что будешь делать с Литл Бит? Я думаю, надо что-то устроить. Но не прямо похороны. Да. Все могут прийти, пообщаться. Вспомнить о ней. Мы... Мы с Майклом решили устроить поминки. Я знаю, что странно делать такое для собаки. Мне кажется, вообще не странно. Собака — это вообще лучшее, что планета придумала. И ещё и 22 года прожила. Это реально как, не знаю, член семьи. Как бы это странно ни звучало. Но мне очень важно отдать ей дань памяти. Попрощаться нужно с каждым, и с человеком, и с животным. Потерять Литл Бит тяжело. Но это относится только к любителям собак. Я знаю, что каким-то образом так случилось, что кошек большинство любит. Вот. Но я прям любитель собак. Я вот даже... Вот у меня же есть кот, панчик, бурма. У мамы. И я реально, я не могу до конца понять, как вот почувствовать эту любовь от кошки. Вот я вот просто наблюдаю, как, допустим, он встречает маму. Мама его безумно любит. Она говорит, что это лучшее, что с ней было, что панчик — это... Ну, короче, как все хозяева кошек. Но когда встречает собака, и вообще вот реакция собаки на человека, это же просто это, блядь, я не знаю, это никак не описать. То есть она может тебя встретить и обоссаться. Это настолько радо животное тебя видеть. То есть это всегда вот этот невероятно виляющий хвост, любое движение, она за тобой привязана, как бот в РПГ в какой-то... Вот, а кот для меня... Кошки, точнее, коты. Кошки, точнее, коты, кот. Я понимаю, что там многие люди чувствуют любовь и так далее, но я ее не вижу. Я, короче, не могу это прочувствовать. Давайте вот так. А то я очень много уже говорю об этой теме. Я этого прочувствовать не могу. А собаку, ну, это чувствуется, и это видно, и там ничего доказывать не надо. Это просто, типа, неимоверная любовь к хозяину. В 99% случаев. Вот, ну, можете написать свое мнение в комментариях. А тебе надо потерять 5 килограммов. Наверное. Да, именно, наверное. Можешь не терять, ничего страшного. Обидно, что я далеко от своей семьи. И не только из-за того, что умерла Литл Битт. У Эмми будет второй ребенок. Крис худеет. Аманда разводится. Столько всего происходит. А меня нет. Аманда разводится после того, как в прошлой серии темнокожего тренера встретила в зале. Думает, блядь. Вот же. Вот что мне надо. Что это? Что это? Что это? Банана. Маме дашь кусочек? Не поделишься бананом с папой? Можно? Скажи. Нет, я не делюсь бананом. Не засовывай. Прикольно он его ест вот так. Вы целиком. Подавишься. Заходите. Кто там? Привет. Ваши посылки. Привет, Крепыш. Литл Битт умерла, и мы с Майклом хотим оставить ее частичку в доме. Она всегда с нами. Но мы хотим ее видеть, а не только ощущать присутствие. Что ты заказал? Вот одна. Смотри. Литл Битт. Бля, такая еще милая фотка. Твоя сестра? Твоя собачка. Они заказали портрет Литл Битт. Если вам это нужно, чтобы пережить потерю, без проблем. Это тоже пришло вчера. Да, мне нравится. Да, я рекомендую вам купить еще плакатов 15, по всему дому развесить. На всякий случай просто. Вот подушка. Это ее лучшее фото. Они достали из коробки подушку с Литл Битт. Я думаю, черт возьми. Вы ебнуты. Это им поможет или будет их пугать? Знаете, бросят на диван, потом зайдут в гостиную и заорут. И вот еще. Мне надо встать. Ну, я не знаю. Красота. Это для ванны. А пляжные будут какие-то варианты с Литл Битт? Чем дальше, тем страннее. Что вы сделали с Литл Битт? Похоронили на заднем дворе, чтобы можно было ее навещать. Гейдж знает, где могилка. Он туда ходит. И вы планируете жить тут долго? Так что она дома. Да. Красота. Мило. Больше не рядом, но вечно в наших сердцах. Плита для могилки. Литл Битт получается 2000-го. Но я ее старше. Я пережил Литл Битт. Я положу плиту на ее могилу, чтобы видеть, где она. Да. Мы знаем, ты плохо видишь. Я поищу плиту и пойму, где она. А ты рассмотрела своего мужа получше? Нет. Не надо. У меня слабые очки. Я говорю, не покупай новые. И не смотри на него. Это разрушит ваши отношения. Ты увидишь его другими глазами. Ты вышла за его брата. Ничего не понял. Вообще просто, блядь, что-то говорят, я вообще не врубаю. Тому я и развожусь. А-а-а. Она разводится, точно все. Я, конечно, шучу. Какие у вас планы? Вы хотите устроить поминки? Что вы думаете? Лучшее шоу в мире. Не надо не шутить. Просто вот смотрю шоу и комментирую его все. Я хочу положить могильный камень. Приглашу всех людей вспомнить ее. Может, подам закуски. Да, мы любим поесть. Я никогда не была на собачьих похоронах. Это перебор. На мой взгляд. Но если они хотят, каждый горюет по-своему. Тэмми расстроится. Слушайте, я вообще не согласен. Какой перебор? Собака 22 года жила с хозяевами. Какой перебор? В чем перебор? Это реально член семьи. Без шуток. Ведь ее не будет. Да. Но ей лучше быть там, а не переживать здесь. Я говорила с ней вчера. Вес вышел на плато. Она много работает, а вес все равно не уходит. Я помню, что когда я первый раз худела, я быстро сбрасывала. Ходила в спортзал и худела. А потом три месяца вес не сдвигался. Это нормально. Тогда надо менять. Я не знаю, насколько нормально, когда три месяца вес не сдвигается. На то, что вес, в принципе, может там встать и стоять какое-то время. Небольшое, насколько я понимаю. Это норм. Три месяца это разве нормально? Кто у меня тут разбирается, напишите, пожалуйста. Диету и упражнения. Когда меняешь все во время плато, вес снова начинает падать. Надеюсь, ей кто-нибудь это объяснит. После операции будет то же самое. После операции теряешь килограммы, а потом останавливаешься. Тэмми уже много раз срывалась. Она сдавалась. Я обеспокуюсь. Она вернется к старым привычкам, или же она скажет, я расстроена, но я все равно не позволю смерти Литл Бит. Отвернуть меня от цели. Надеюсь, она помнит, что Литл Бит хотела бы, чтобы Тэмми была здоровой. Она об этом как раз говорила несколько раз. Ну ладно, это был очень милый котенок. Привет, подруга. Привет. Что делаешь? Складываю свои вещи. Прямо как я. Кажется, я только это и делаю. Я знаю Британи с тех пор, как она сошлась с Крисом. Лет где-то семь или восемь. Когда она пришла в семью, я думала, что это ненадолго. Она праведная пятидесятница, а у нас сплошной ад. Но мы все равно сблизились. Я бы дружила с ней, даже не будь она женой Криса. Ну что, скоро похороны Литл Бит? Да. Что наденешь? Я не знаю. Поможешь мне выбрать что-нибудь? Да, давайте выделим время тому, какой наряд вы наденете на похороны Литл Бит. Супер. Да, но ты не наденешь то, что нравится мне. Ты бы не надела то, что сейчас на мне. Я бы надела, но... С футболкой внизу. Ты бы надела топ, но что-то еще под него, чтобы прикрыться. Я пятидесятница. Мы не демонстрируем себя. Мы считаем, что только муж может видеть декольте, грудь, руки. Мы верим, что шорты и брюки... Это называется пятидесятница. Это все для мужчин. А юбки и платья для женщин. В религии Британи много правил, в том числе о том, как надо одеваться. Пара вариантов. И пожалуйста. Но мне... Сложно запомнить, что и можно, а что нельзя. Разреши мне тебя накрасить. Я не визажист, но... Нет, моя религия против. Ясно. Ну а волосы? Мы не стрижем волосы. Мы считаем, что это наша красота. Бог дает их нам. Ты никогда не стригла волосы? Я лично никогда не стригла. Тогда какой длины у тебя волосы? До колен. Сказать честно, я про Британи не знал абсолютно ничего. Типа ноль процентов. Я просто знаю, что есть персонаж Британи. И тут просто начинается некоторое раскрытие Британи. Покажи. Какой б***ь до колен. Вот там вот хотите сказать столько волос, что они до колен? Я хочу видеть ее волосы. Я удивлена, что она согласилась показать. И после 25 тысяч невидимок появились ее волосы. Ты распустила? До конца. Тут только хвостик. Я их вытяну. Прямо до сгиба колен. У тебя красивые длинные волосы. Чебать. Я никогда бы не подумал. Я думал, у нее волосы типа до суда максимум. Такое давно не носят. Я найду тебе что-нибудь на похороны. Я надену черное платье. Может быть, ты еще что-нибудь придумаешь. Спасибо. Я люблю тебя. Но ухожу. Удачного дня. Тебе тоже. Белка прошла. Пробежала, точнее. Как вам такие комментарии? Мне нравятся. Продолжай. Ты же наша умничка. Давай, давай. Я набрала вес. И это расстраивает. Я не хочу расстроить семью. И, конечно, себя. Я здесь. Бля, амплитуда просто ебнутая. Иногда мне не хочется сидеть на диете. Мне хочется есть, пить. Реально? Блин, прикольное умозаключение. Мы просто об этом даже не думали. Мы уже все считали, что ты прям хочешь именно только худеть до конца жизни. Газировку. И не тренироваться. Как дыхание? По шкале от нуля до десяти. Кстати, как я в Европе понял, что я постарел? Рассказать это очень короткая история. Теперь, если я съедаю картошку, вот так вот, потому что хочу есть, да, макаю ее бесконечно в соус, а потом сразу бургер, моему желудку полный пи***ц. Я чувствую неимоверную тяжесть. У меня начинает болеть вообще все. Поэтому больше я бургеры не ем, просто потому что мне страшно. Шесть. Хотя в какой-то момент я забуду и съем бургер. Ага. Ладно. Потом у меня будет второй из шести сеансов с психотерапевтом, чтобы мне одобрили операцию на желудке. Медленно вдыхайте. Я не рвусь на сеанс. Я не люблю психотерапию. Не люблю. Привет. Привет, Тэмми. Привет, Тэмми. Рада снова увидеться. Да, она тоже неимоверно рада. Сказать б***ь даже нечего. Рада тебя видеть, Тэмми. Все. Ладно. Прошлый раз мы говорили о том, что можно делать. Например, занимать руки. По-моему, вы рисовали. Вы продолжаете? Я знаю, что терапия – это важно. Но неделя была тяжкой. Я набрала пять килограммов. Литл Бит умерла. Я не в настроении разговаривать сейчас. Как вам живется в рехабе? Тут одно и то же каждый день. Тэмми, вы расстроены. Что такое? Что? Расскажите, что такое? Нет. Бля, это должна быть такая, мне кажется, выдержка у психолога, чтобы вот продолжать вести диалог, быть заинтересованной, да, вот в случае вот этого психолога, я имею в виду. Потому что когда вот сидит пациент, просто... Она даже, типа, не поздоровалась. Я уж молчу про то, что она не хочет рассказывать ничего. Что стало с болтушкой Тэмми? Ничего. Не в настроении? No, nothing. No, nothing. No, nothing. Все. Просто весь речевой запас на сегодня. Тэмми, скажите мне о питании. Да что сказать? В прошлый раз у вас были успехи в похудении. Как ваши дела теперь? Есть успехи? Я не хочу это обсуждать. Как продвигается похудение? Как успехи? Я не хочу этого обсуждать. Как продвигается похудение? Не хочу это обсуждать. Не спрашивайте. Иначе я замкнусь. Хорошо. У меня такое ощущение, что психолог уже реально держится из последних сил. Он прям... Хорошо. Чему мы говорим? Я не хочу. Давайте прекратим и пойдем дальше. Хорошо. Вам решать, хотите вы говорить или нет. Интересно, почему вы сейчас закрываетесь? Вы хотите забыть о том, что вас беспокоит? Не надо меня анализировать. Что ж... Но это вроде бы моя работа. Если я не права, поправьте меня. Я спрашиваю, чему вы учитесь? Это не анализ. Правда? Ну вот и пообщались, как говорится. Боже мой. Я, кстати, вот смотрю на этого психолога. Вот. Она на экране, да? Вдруг кто забыл. Какое-то вот у нее лицо такое. С одной стороны располагающее. Я сейчас, естественно, со своей колокольни. С другой стороны, как будто бы я ничего не хотел ей бы рассказывать. Вот я не знаю даже. Какие-то смешанные чувства. Есть в ней что-то такое вот... Какая-то вот она как будто злыдня. Но я не знаю. Это просто вот у меня вот почему-то такое ощущение. Литтл Бит. Тебе поменять подгузник. Прошла неделя после смерти Литтл Бит. Мне тяжело. Сегодня придут Мисти, Крис, Аманда, сыновья Аманды, Нейтан, Брэкстон и младший Дилан. Ну а еще Бриттани. Мы помянем Литтл и отдадим ей должное. Папа ставит стол и стулья. Привет, дядя Майкл. Привет. Как дела? Мне нравится просто, что типа каждый раз, как мы видим новых членов семьи, но не новых, а точнее тех, которых не видели, но членов семьи. Все большие. Давайте просто так. Готовимся к поминкам. Мальчики могут помочь. Ты скучаешь по Литтл. Мама тоже скучает. Я благодарна, что они пришли. Надеюсь, все будет хорошо. И все настроены серьезно. Я не хочу, чтобы все дурачились. Это ведь поминки. На человеческих поминках мы ведь не ведем себя, как придурки. Не приходите к моей дочери и не ведите себя, как болваны. Так, поставим сюда. Вот идет уродливый дядя. Как дела, толстяк? Так его звать нельзя. Он не толстяк. Чего, блять, кто сказал, что он толстяк? Я никогда не был на поминках собаки. Но в семье бывают хорошие и плохие времена. Надо быть рядом и в горе, и в радости. Как дела, Тем-Тем? Как ты? Как поживаешь? Отлично. Привет, подруга. Привет. Поздоровайся с Крисом и Британи. Ты в порядке? Сегодня трахея не работает. Я слышу. Я хочу быть там лично. Я чувствую вину, что я эгоист. Мне нравится просто новость дня. Сегодня трахея не работает. Блять, какой пиздец. Раз меня там нет. Мне хочется работать упорнее. Хотя я набрала вес. И у меня был тяжелый сеанс терапии. Я не сдаюсь. Я понимаю, что я им нужна. Вы готовы начинать? Зачем Майкл оставляет эти усики? Вот эти вот, вот этот вот, квадратик. Да, погнали. Привет. Спасибо, что пришли на поминки. Она дорога нам. Я вам благодарен. Пожалуйста. Литл Бит была со мной со дня смерти моего отца. Она была мне как дочь. Да. Она всегда меня радовала. Поминки вновь всколыхнули чувства. Все вернулось. Да. Это реальность. Я знаю, что она умерла. И теперь я это осознала. У меня есть плита с надписью «Больше не рядом, но вечно в наших сердцах». Я купил эту плиту, чтобы положить ее сюда. Кто захочет, может ее навещать. Это мило. Хорошо, что ребенок не отвлекает. Супер. Хорошо. Кто-нибудь хочет что-нибудь сказать? Можете выйти. Я на самом деле, ну, точно к этому хорошо отношусь. Но вот когда задается вопрос толпу, кто-то хочет что-то сказать. И вот эти лица, блядь, это очень смешно. Я не была с ней близка. И я. Я знала собаку. Но мы не сблизились. Я пришла ради... Литл Бит не шла на контакт просто, царствие небесное. ...майкла и Эми. В смысле, Эми бы хотя бы вышла бы на епты. Что она молчит-сидит? Я не буду выходить, но скажу. Она была у вас долго. Я даже не помню, когда ее не было. Она была очень хорошей собакой. Я не понимаю, почему Эми сидит? Очень. Она всегда была готова запрыгнуть на колени. Так что... К тому же она никогда не лаяла. Это было идеально, да. Она ходила вокруг, сидела на коленях, ластилась. А потом находила место и лежала там. Да. Классная собака. Она была мне как дочь. Просто комментарий из разряда типа... Ну... Да, она вообще... Реально хорошая. И... Милая. Вот. И я помню еще, что вот... Как запрыгнет нахрен на этот... На колени. Ну... И даже и не... Ну, просто не лает даже. Реально очень мило было вот это вот... Все. Ну... Да. Да. Очиститься моей души. Но хорошо, что она не страдала. Да. Тэми, тебе есть что сказать? Я не хочу говорить. Ладно. Она сказала, что ей тяжело говорить. У нее проблемы с трахеей. Спасибо, что пришла. Ты не с нами, но... Душой ты здесь. Хорошо, что Тэми была с нами по фейстайму. Кстати, напоминаю, что это... Наверное, самая длинная речь Майкла. За четыре сезона. Хотя лично ее не было. Она ведь любила Little Bit, как и все мы. Поминки важны для людей и для собак. Важно поставить точку. Попрощаться. Я хочу в последний раз сказать о любви. Хорошо, что Little Bit будет с нами в саду. Да. Этот дом будет с нами навсегда. И она будет во дворе. Спасибо, что пришли. Мы благодарны. Здесь есть закуски и напитки. Сегодня жарко. Так что отдыхайте. Я хочу попить. Пожалуйста, я готов. Отлично. Побольше газировки. Я не думаю, что мы скоро заведем собаку. Но я хочу, чтобы у мальчиков был какой-то питомец. Да. Но сейчас будет сложно. Учить ходить в туалет щенка, новорожденного и младенца. Так что нам стоит подождать. Привет, сестра. Спасибо, что подошла к телефону, что была с нами на поминках Little Bit. Скажи, тебе что-нибудь нужно? Пусть кто-то из вас заедет ко мне домой и возьмет одежду. Жаль, что Тэмми не могла быть здесь сегодня. Но я рада, что она там, где должна быть. Тяжело это говорить, но я рада, что была на похоронах Little Bit, а не Тэмми. Если бы Тэмми не получила помощь вовремя, мы бы хоронили и ее. Что надо взять у Тэмми? Она хотела зарядку, бабушкин плед, одежду. Все это время она была без зарядки, кстати. Ей может... Телефон держит долго. Кольцо, которое ты ей подарила. Надо проверить, как дела, и посмотреть почту. Хорошо, за дело. Тэмми лежит в рехабе уже пять месяцев, и ей нужны вещи из ее квартиры, которые нам нужно ей отвезти. Там сидят полицейские. Мне нравятся мужчины в форме. Да, но когда они снимают форму, а они настоящие зануды... Ничего. Если увидишь у меня следы на запястьях и щиколотках, ничего не спрашивай. Ее зафиксировали. Аманда переживает тяжелый развод, оставляет свое прошлое позади, идет вперед. Я беспокоюсь за Аманду. Сейчас люди, ищущие пару, странные. Я думаю, что мои сестры Аманда и Тэмми должны найти время и поискать достойных мужчин, которые будут их уважать. Я бы не хотела ехать за вещами для нее. Я бы хотел, чтобы Тэмми сконцентрировалась только на том, как сбросить еще килограммов двести. Все, больше ничего. Хочется открыть дверь и увидеть, как она сидит там, на своем месте. Наша Тэмми слушает музыку. Я бы хотела, чтобы она была подвижной, а не сидела бы на своем месте. Я надеюсь, что она похудеет, ей сделают операцию, она будет ходить и делать все, что захочет. Но я всегда беспокоюсь, дойдет ли она до финиша или нет. Я боюсь, что она может все бросить. Кажется, дверь вскрыта. Серьезно? Да. Я не знаю. Пойду посмотрю. Блять, если бы я приехал вот так вот на пустырь, где стоит один-единственный дом, и там была бы вскрыта дверь, просто мгновенно 9-1-1 и все, потому что заходить туда, ну его нахуй. Да, она открыта. Бля, пиздец, как это крипово выглядит, фу. Какого черта? Мы приехали, я увидела, что дверь открыта, и поняла, что что-то не так. Пока Тэмми нет, Эмми платит за нее аренду. Но кроме владельца, который делал ремонт, тут никого не было несколько месяцев. Я не хочу идти одна. Да. Привет. Вот так. Какого черта? Ебать, все вынесли. Черта. Блять, прикиньте, там просто... А, ну вы же видели, там ничего нет. Я говорю, а, ну вы же видели, при том, что я, блять, экран вам вывожу. Слушайте, интересно, что будет в следующей серии, но посмотрим мы это, естественно, в следующей серии. Рад вернуться. Ставьте обязательно лики, пишите комментарии, задавайте вопросы, отвечайте на вопросы, которые я задавал ранее. Я здесь. Следующий ролик очень надеюсь, что будет завтра. Сейчас я буду дропать немножечко побольше, потому что есть некоторое количество энергии. Спасибо, ребят, за просмотр. Все. Целую, люблю. Пока. Спасибо за просмотр. Пока.